Но я как потребитель буду оценивать, я скажу, чувак, меня вот все то, что ты говоришь, мало интересует. Меня интересует то, что в мой кошелек не помещается. Я бумажник свой беру, доллары прям вот идеально садятся. Там любая местная крона, там валюта прям идеально садится. А вот засовывая туда евро, кончики торчат. Любые и мусульмане, и немусульмане должны видеть в тебе надежного человека, что он тебе сейчас отдаст, вот твой сосед, швед, бельгийц, француз, постучится в дверь и скажет, я могу оставить у тебя миллион долларов. На неделю уезжаю, боюсь, что дома грабят. И ты берешь этот миллион долларов, и он абсолютно должен быть спокоен, зная, что он вернется, и его миллион будет сохранность. В том что, что значит, чтобы Всевышний был доволен. Те, кто так подговаривали наших людей, сами потом сваливали в Дубай, пока люди у нас умирали. Не надо этого мне, так просто не обманешь, а в тысячу раз лучше. Я не знаю, правда, про кого ты говоришь в Дубай. Я никого не знаю, кто уехал бы в Дубай. Что-то не могу припомнить. Если бы ты хотя бы Турцию назвал, я бы про кого-то мог подумать. Но это удивительные, конечно, слова. Даже если кто-то действительно уехал бы в Дубай, так кого-то подговаривая, то теперь ты, чтобы, значит, назло ему, ты теперь будешь делать то, чем недоволен Всевышний Аллах. Ну как это так? Но если этот конкретный человек так поступил, то это он редиска. Причем здесь религия Аллаха, причем здесь Всевышний Аллах. Если ты мусульманин, то это твоя цель. Ты должен соответствовать этой религии. Ты должен стремиться к тому, чтобы Аллах был тобой доволен. Это основа. И в это входит очень... Это вообще очень емкое понятие. Мусульманин является зеркалом этой религии. Представителем, таким полноценным амбассадором. Многие этого не догоняют. Вот здесь, в этих западных странах, мы, наверное, очень часто видим плохие примеры того, как мусульмане не понимают, что по ним судят о нашей религии. И мы поэтому, особенно когда мы находимся на чужбине, мы должны соответствовать этой чистейшей религии. Мы должны показывать хороший пример. Прежде всего, мы должны показывать надежность. Эти западные общества, наши соседи, мы здесь селимся в этих западных странах. У нас бывают соседи, как правило, это не мусульмане. Большинство мы взаимодействуем с местными обществами. И твои соседи, твои коллеги, они должны видеть в тебе очень хороший пример ислама. Они должны поражаться тому, насколько твои нравы красивые. Понимаете, эта религия, она за несколько веков очень сильно распространилась. Не благодаря каким-то там завоеваниям, а благодаря именно красивому примеру. Сахабы, когда сахабы распространяли ислам, подвижники пророка, когда было первое распространение на Магрибе, вдумайтесь в это, магрибцы были, да, не то что не были мусульманами. Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, все эти страны, они не то что не были мусульманами, они не были арабами, но они все стали не только мусульманами, но они еще стали и арабами. Они полностью взяли язык, обычаи, они теперь арабы. Почему они это сделали? Потому что сахабы, которые селились с ними, показывали им настолько красивый пример, что они покорялись этому, они хотели быть на них похожи, понимаете? Поэтому понятно, что мы никогда не достигнем этого уровня, понятно, что здесь, я сейчас не говорю ни о том, что там, посмотрев на тебя, будут принимать ислам толпами, как это делали тогда, но я говорю, что ты должен, ты должен понимать свою ответственность и должен быть в первую очередь надежным. Это то, что сейчас, мне кажется, самая такая основная наша проблема, потеря вот этой надежности. Любые и мусульмане, и немусульмане должны видеть в тебе надежного человека, что он тебе сейчас отдаст, вот твой сосед, швед, бельгийц, француз отдаст тебе миллион долларов, подойдет, постучится в дверь и скажет, я могу оставить у тебя миллион долларов, на неделю уезжаю, боюсь, что дома грабит. И ты берешь этот миллион долларов, и он абсолютно должен быть спокоен, зная, что он вернется, и его миллион будет сохранность. Это такой примитивный пример. Почему? Потому что он знает, что ты муслим, и ты не нарушаешь, договоров, и то, что тебе веряют в ответственность, ты это сохраняешь. Понимаете? Вот мы должны вот так этому подходить. Быть такими полноценными амбассадорами, это очень большая ответственность на самом деле. К сожалению, многие, большинство, наверное, из тех, кто здесь живут, этого не понимают и не соблюдают. Я думаю, здесь вы со мной спорить не будете, что не то, что там для местных аборигенов, для местных обществ, даже между нами здесь мы понимаем, насколько там нет доверия очень многим приехавшим сюда номинальным мусульманам. Не, брат, в 4 веке нашей эры уже была у Лизгин своя письменность, можно сделать кавказицу. Смотрите, еще раз повторяю, мы не должны изобретать велосипед. Есть те кавказские народы, ну, по крайней мере, народ один я точно знаю, это грузины, у которых есть своя письменность. И это хорошо, то, что у них она изначально была, и они ее сохранили, на ней нет. Ну, это как бы ни в коем случае от этого уходить нельзя. Но мы все-таки народ, чеченцы, у которых своего письма не было, как и большинство народов этого мира, и мы вот сейчас не должны пытаться усложнить, мы должны, наоборот, пытаться упростить. И упрощением для нас будет именно латиница, так как эти буквы знают практически все. на этих буквах пишет большинство, наверное, того мира, с которым мы соприкасаемся. Кто-то может сказать китайцев там с индусами больше, но это не тот мир, с которым мы соприкасаемся, понимаете, это нас больше интересует все-таки западная цивилизация. Поэтому для нас это более удобнее. И вопрос, единственное, где может быть спор, это между арабской вязью и латиницей. Но про Кириллю даже речи здесь быть не может, я в этом убежден. По поводу арабского, да, будут такие, возможно, мнения, что лучше для нас будет арабское. И у них будут свои аргументы, это нужно принимать. Но в конечном итоге решение должны принимать не там блогеры, а специалисты в этом направлении. Я же на этот вопрос смотрю исключительно с точки зрения того, что наше государство изначально перешло на латиницу в 1991-1992 годах перешли на латиницу, был указ о переходе на латиницу. Поэтому я считаю, что мы должны популяризировать эту тему, мы должны подчиниться этому указу. А если в дальнейшем может быть там умные люди, лингвисты, философы соберутся и они решат, что для нас нет, не это, а вот нужна арабская вязь, то значит будет таковым решение. Я же на это смотрю чисто как потребитель с точки зрения удобства. Меня интересует только этот вопрос. Это как, знаете, банкноты какие-то, евро были банкноты, сейчас они новые сделали, до этого были такие, многие из вас наверное помнят банкноты, которые не помещались ни в один кошелек. Вот я как потребитель могу точно говорить, что это вот неудобно. Может быть, если мы поговорим со специалистами, которые эту банкноту издавали, они очень грамотно обоснуют, почему именно вот такая банкнота была выбрана, и у них будут свои доводы. Но я, как потребитель, буду оценивать, я скажу, чувак, меня вот все то, что ты говоришь, мало интересует. Меня интересует то, что в мой кошелек не помещается. Вот я бумажник свой беру, доллары прям вот идеально садятся, там любая местная крона, там валюта прям идеально садится. А вот засовываю туда евро, кончики торчат, потом они мнутся. Вот мне неудобно, я ему скажу, понимаете? Вот здесь то же самое, я исхожу из того, что кириллица, это неудобно, мне неудобно писать по две буквы, чтобы один звук передать. Мне это неудобно. Я вижу, что этот язык, это письмо не ложится на мой язык. Прямо явно я это вижу. Поэтому я считаю мое мнение, что для меня, как для потребителя удобнее латиница. Может быть, для кого-то будет удобнее рабская овец. Субтитры создавал DimaTorzok